Облел жидкостью, похожей на кислоту, и убежал. Жителя Челябинской области арестовали в Подмосковье. Он подозревается в нападении на заместителя директора хлебокомбината. Почему мужчина пошел на преступление? В сюжете нашего корреспондента. Эти кадры с парковки возле одного из торговых центров подмосковного города Пушкина и помогли правоохранителям выйти на подозреваемых. На съемке видно, как злоумышленник в черной толстовке подходит к автомобилю, возле которого стоит женщина, обливает ее неизвестной жидкостью и убегает. В шоке была. Скорую вызвали сразу, полицию вызвали сразу. Приехала она, оказали ей помощь, смыли кислоту и все. Замдиректора хлебокомбината госпитализирована, а полиция задержала двух подозреваемых. Один из них – Челябинец. Оказалось, напарник следил за жертвой в магазине, а Южноураль ждал ее возле автомобиля. По данным Бизнес-ФМ, житель Челябинской области признал вину и на допросе рассказал, что совершил нападение за 30 тысяч рублей. Таким образом, ему предложил подзаработать знакомый, с которым они вместе и пошли на преступление. Напарник предлагал сломать ногу женщине, однако южноуралец предложил вариант поинтересней – серную кислоту. По факту умышленного причинения телесных повреждений женщине возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ГУ МВД по Московской области сообщают, одному подозреваемому 32 года, другому 34. Кстати, оба уже ранее судимы. По предварительной версии, следовательно, падение на директора было осуществлено в связи с желанием отстранить ее от управления хлебокомбинатом. Заказчик преступления пока не установлен.